Годовщина Великой Победы в этом году вновь объединила детей и молодежь Белоруссии и России на Берестейской земле. В мемориале Брестская крепость Героя Священного Огня Цитадели молодые люди с нетерпением ожидали начала обширной программы в рамках слёта «Экология без границ». Такое нетерпение неудивительно, ведь впереди у ребят многочисленные конференции из Портландии, индивидуальные командные исследования, работа в полевых лабораториях и, самое главное, посещение Национального парка «Беловежская пуща». Программа слёта также включает конкурсные мероприятия, оценивать которые будут опытные жюри. Если говорить о цели данного мероприятия, это укрепление дружественных связей, отношений между юными экологами, между ребятами, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью, потому что у них уникальная будет возможность не просто посетить Беловежскую пущу, они там будут работать, они будут там проводить исследования. А затем, 28-го, будет сама конференция, на которой ребята уже представят наработанные материалы. То есть это не привезённые с собой какие-то, скажем, такие научные труды из книг написаны, это то, что они будут наблюдать в природе. Проводимый на Берестещине уже в пятый раз лёд «Экология без границ» вызывает особый интерес у молодёжи двух стран. И причин для этого достаточно. Историческое наследие Брестская, крепость-герой, символ Великой Победы, для юных экологов имеет природную значимость. Посещение этого места – также хорошая традиция для тех людей, которые неравнодушны к своей истории. Увлекательные экспедиции на базе Национального парка «Беловежская пуща» – ещё один способ для начинающих экологов получить практические навыки в своём деле. Если говорить о слёте, то наверняка само название слёта «Экология без границ» подчёркивает и его направленность этого слёта. Что касается без границ, то, наверное, союзное государство, которое объединяет в себе Республику Беларусь и Российскую Федерацию, оно ещё раз хочет подчеркнуть, что эти два государства, не имея границ, и в экологии это понятие разделения границы, оно не может быть, потому что любая экологическая катастрофа, так или иначе, она не замыкается на территории какого-то отдельно взятого региона. То мероприятие, на котором мы сегодня находимся, по счёту это пятый слёт юных экологов Беларуси и России. На самом деле, вообще инициатива была белорусской стороны. В 2006 году они обратились через Министерство образования Российской Федерации провести вот такое замечательное мероприятие. Постоянно комитет союзного государства, вышли они на него, и, в общем, было получено добро. Какие изначально были выдвинуты условия проведения этого мероприятия? Первое требование – это слёт должен проходить на территории природно значимой. Это может быть или это заповедник, или национальный парк. Второе – слёт должен проходить один раз в два года. Официальное закрытие слёта «Экология без границ» пройдёт 29 июля в формате гражданской патриотической акции, посвященной Дню освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков на Площади Свободы. Молодые люди из Беларуси и России, принявшие участие в практическом и теоретическом турах мероприятия, смогут смело назвать себя уже опытными экологами. За их плечами уже будут серьёзные исследовательские работы и экспедиции. Проведение подобных встреч – повод для обмена экологическим опытом, а также хорошая традиция собираться на Берестейской земле, чтобы почтить память героев тех далёких военных лет, оставшихся в наших сердцах.